30 марта сотрудники службы судебных приставов в Тверской области консультировали граждан по вопросам, связанным с сохранением прожиточного минимума при взыскании задолженности. Прием состоялся в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов во всех подразделениях, а также на базе структурных подразделений МФЦ. Напомним, с 1 февраля 2022 года люди имеют право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов. Это изменение в законодательстве улучшает положение должника. В 2023 году в службу поступило почти тысяча заявлений, по 70% которых приняты положительные решения. У должников теперь остается прожиточный минимум для личных нужд. Дополнительную информацию можно получить в группе телефонного обслуживания службы судебных приставов. Двадцать девятого марта у Дворца культуры «Металист» чествовали Тверской ОМОН. Повод – 30-летие этого специального подразделения теперь уже Росгвардии. Первые отряды ОМОН в структуре МВД России появились в конце 80-х годов прошлого столетия. Отряд особого назначения у МВД России по Тверской области образован спустя пять лет – 18 марта 1993-го. Необходимость создания новой мобильной структуры в составе МВД было вызвано сложной криминогенной обстановкой в Тверском регионе. Особенность Верхнего Ужья – огромная территория, удаленность друг от друга населенных пунктов, а в 90-е – отсутствие налаженной инфраструктуры. Все это требовало наличия маневренного боеспособного подразделения, способного пресекать общественно опасные проявления. Октябрь 1993-го. 30 бойцов под командованием подполковника милиции Суходольского принимают участие в октябрьских событиях в Москве. В декабре 1994-го – первая командировка в Северокавказский регион, город Грозный. С 31 декабря 1994-го года для Тверского ОМОН началась череда командировок на Северный Кавказ. С 1994-го по 2006-й годы отряд 51 раз выезжал на территорию Чеченской республики. С июля 1999-го личный состав отряда вахтовым методом нес службу в населенном пункте Ачхой-Мартан. И только в канун 14-го дня рождения отряда создания пункта временной дислокации в Ачхой-Мартане был снят Тверской флаг. Верхневожский ОМОН покинул пределы Чеченской республики. В июле 1996-го года командиром отряда назначен майор милиции Игорь Комарницкий. Под его руководством отряд стал более мобильным, сплоченным и оснащенным подразделением. Мы меньше занимались массовыми беспорядками, больше несли службу на улице, как патрульно-постовая служба. И это накладывало определенный отпечаток в воспитании личного состава. Потому что ОМОН должен был показать о том, что он силен, о том, что он может применить силу, но применять силу должен так, только в последний момент, когда уже человек не понимает о том, что нужно выполнять требования, законные требования сотрудника милиции. С 1998-го официальным утвержденным решением Геральдической комиссии символом отряда стал Барс. Образ изящного сильного зверя как нельзя лучше подошел сплоченному и слаженному боевому подразделению. С 2000-го года по 2021-й командовал отрядом полковник полиции Игорь Еремеев. В эти годы повысился престиж подразделения. Под руководством Еремеева отряд пережил ряд переименований. В 2011-м в ходе реформирования МВД России из названия ОМОН исчезло слово «милиция». А с 1 января 2012-го отряд особого назначения преобразован в отряд мобильный особого назначения у МВД России по Тверской области. Эти перемены оставили прежними задачи, поставленные перед ОМОН. За годы обязанностей у Тверского ОМОН стало больше. С 2006-го года нашему ОМОН, одному из немногих спецподразделений страны, выпала честь внести ежедневную круглосуточную службу на территории государственного комплекса «Завидова» – Федеральной службы охраны России. С 2004-го – охрана общественного порядка при проведении рок-фестиваля «Нашествие». В 2014-м – обеспечение правопорядка в период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. В 2018-м – чемпионат мира по футболу. В это время сотрудники задействовались как на территории Тверской области, так и в служебной командировке в город Санкт-Петербург. В 2018-м – август 2019-го – обеспечение безопасности граждан и охрана порядка в московских акциях протеста. Остаются задачи прежние. Это однозначно у нас охрана общественного порядка, охрана общественного безопасности. Она как всю жизнь была, так она и остается. Мы всегда преследовали интересы государства и выполнение охраны граждан. Мы можем через два часа быть в той точке, где нам скажут. Вот такая мобильность. На основании указа президента Российской Федерации в 2016-м году отряды «Мобильные особого назначения» включены в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. С 2016-го года в составе Росгвардии бойцы Тверского ОМОН приняли участие в проведении порядка 5000 специальных операций, в которых задержано более 2500 лиц, в том числе 160 пододреваемых в совершении преступления. Из незаконного оборота изъято свыше 60 единиц огнестрельного оружия, 2700 боеприпасов, более 4 миллионов рублей, полученных незаконным путем. В настоящее время бойцы отряда принимают участие в специальной военной операции по защите мирных граждан Донбасса. За мужество и героизм в проявленной ходе специальной военной операции пять сотрудников отряда награждены госнаградами, девять ведомствами. В день торжества из мирной Твери на передовую в зону специальной военной операции были переданы письма, написанные нашим бойцам театралами Верхневожья. В антракте премьеры Тверского академического театра драмы «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Это сделали практически все актеры, и народные, и заслуженные, и молодежь. И было предложено зрителям, всем желающим. И ситуация развернулась так, что вот эти специальные бланки драмтеатра, да, сделанные с логотипом драмтеатра, нам даже их и не хватило. Мы побежали опять печатать новые бланки и пришлось даже задерживать антракт. То есть мы, конечно, надеялись, что будет отклик, но что будет такое, что будет столько желающих. И вот сегодня, в праздник войск национальной гвардии, мы эти письма принесли сюда, чтобы передать их ребятам, чтобы они отвезли их тем, кому мы их писали. А вот обращение с передовой. Там сейчас, в очередной командировке, боевая группа ОМОН. Уважаемые коллеги, от всего личного застава ОМОН Тверской области, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, Поздравляем вас и ветеранов с достойной заслугой, с 30-летием преданности своему делу. Желаем не терять своего упорства, постоянно находить в себе новые силы и вдохновение. Никогда не забывать о своем профинализме, всегда верить в себя и в свой успех. Здоровья, удачи, терпения, победа будет за нами. Милиция, полиция, Росгвардия. За 30-летнюю историю было всякое. Но стержень отряда всегда был надежен и крепок. Верное служение Родине.